Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Мы понимаем то, что Бог свят, Бог безгрешен. Мы понимаем то, что все абсолютно люди грешны. Кстати, Библия говорит даже о том, что в ангелах Бог усматривает недостатки. То есть даже ангелы, они не являются достаточно чистыми в глазах Божьих. Вы задумались об этом? Наверное, это будет ответом для некоторых людей, которые думают, что Иисус Христос – ангел. Если бы Он был ангелом, Он не был бы достаточно чистым в глазах Божьих. Если бы Он был просто человеком, а не Сыном Божьим. То Он тоже не был бы достаточно чистым. Друзья, Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. А сейчас я хочу продолжить. Вы являетесь детем света. Каждый христианин, он должен быть носителем света. Иисус Христос сказал, «Вы свет миру». Каждый христианин получает для себя свет и отображает этот свет. Смотрите, что говорит Библия. Евангелие от Иоанна, 12 глава, 35 стих. Тогда сказал, тогда Иисус сказал им, «Еще на малое время свет есть с вами. Ходите, пока есть свет, чтобы не объяла вас тьма. А ходящий во тьме не знает, куда идет. Да коли свет с вами, веруйте в свет, да будете сынами света». Друзья, веруйте в свет, да будете сынами света. Это такие серьезные слова. Я сегодня рассуждал и думал, можно ли верить в пророка, хорошего пророка. Даже самый хороший пророк, он все равно грешник. Те люди, которые считают Иисуса Христа только пророком, они не могут в него верить. Хорошо. Можно ли веровать просто в человека? Тоже нельзя. Потому что каждый человек – ложь. В каждом человеке все согрешили и лишены славы Божьей. Мы уже говорили об ангелах, что даже ангелы, и даже у них есть недостатки. Бог усматривает даже в них недостатки. Можно ли веровать в ангела? Нет. Помните, как сказал Иисус Христос? «Веруйте в меня, в Бога веруйте». Он соединяет себя вместе с Отцом. Он говорит, веруйте в меня и веруйте в Бога. В Отца веруйте. Вот именно это. Почему? Почему в Иисуса Христа люди не только могут, но и должны веровать? Видите, Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 стих. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Свою единородно, дабы всякий верующий в кого? В Него. В кого в Него? В Сына. В Сына. Не погиб, но имел жизнь вечную». Вера в Иисуса Христа, она настолько важна. И каждый должен подумать, кем является Иисус Христос для вас. Веруете ли вы в Иисуса Христа? Понимаете, если вы не веруете в Иисуса Христа, то в кого бы вы не веровали, кроме Иисуса Христа, эта вера вам ничего не даст. «Доколе свет с вами, веруйте в свет, да будете сынами света». И для того, чтобы быть сыном или дочерью света, нужно веровать в свет. А светом является Иисус Христос. И в Англии от Иоанна пропитана картинами, в которых описывается Иисус Христос как свет. «Начинается, в нем была жизнь, и жизнь была свет человеков». Это первая глава, четвертый стих, восьмой стих. Говорит об Иоанне Крестителе, что Иоанн Креститель не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете. Третья глава, девятнадцатый стих. «Свет пришел в мир». Видите, люди возлюбили боль и тьму, не захотели, им не понравился свет. Свет открывает все недостатки, он показывает все то, что не так. В темноте как-то можно спрятать что-то, что-то не так видно. А свет он все показывает. Людям не нравилось, и до сих пор им не нравится свет. Иисус Христос говорит, «Я свет миру». Кто последует за Мною, не будет ходить во тьме, но будет и иметь свет жизни. «Да коли я в мире, я свет миру», – говорит Иисус Христос. Кстати, интересно, когда Иисус Христос родился, помните, что произошло? Множество ангелов, и великий свет осиял. Я не знаю, мне кажется, что это было прообразом того, что на самом деле произошло. Свет пришел в мир. Свет пришел в мир, и вот этот великий свет сияет. А вы помните, когда умирал Иисус Христос, что произошло? Напомните мне. Тьма была. Тьма была тогда, когда жизнь Иисуса Христа, физическая жизнь обрывалась, когда физическая жизнь становилась жертвой за наши грехи. Тьма по всей земле. А вы помните, что произошло, когда Савву, человек, который гнал учеников Иисуса Христа, гнал тех, кто призывал имя Иисуса Христа? Он, как правоверный иудей, считал, что призывать имя Иисуса Христа является грехом и чем-то неправильным. И, конечно же, он гнал христиан. Что с ним произошло? Свет великий осиял с неба. Девятая глава Деяния. Осиял с неба свет. И что? Он лишается зрения. Он остается слепой до времени. Но произрывает и духовно, и физически. Друзья, Иисус Христос является светом, светом жизни. И на самом деле у людей, которые не живут для Него, не живут с Ним, это жизнь во тьме, это жизнь с закрытыми глазами. Это жизнь. Ты не знаешь, куда ты идешь, и об что ты споткнешься, где ты ударишься, где ты порежешься. Друзья, какую жизнь выбираете вы? Быть в свете, жить в свете, которым является Иисус, и прийти в свет Его присутствия? Ведь там в вечности вместе с Иисусом написано, Господь будет светом, и светильником будет агнец. Там будет настоящий свет. Там не нужно будет солнца. Там нужды не будет в солнце. Друзья, или же, с другой стороны, Библия говорит о тьме, тьме внешней, куда будет человек выброшен. Жизнь во тьме и вечность во тьме, или жизнь во свете и вечность во свете. Что выбираете вы? Если выбираете Иисуса Христа, примите Его как своего Спасителя. Сделайте Его светом своей жизни. Помолитесь. Попросите прощения. Скажите, Господи Иисус, я знаю, что я грешник. Прости меня. Очисти меня. Просвети меня. Даруй, чтобы твой свет сиял в моей жизни. Прости мне все мои грехи. Даруй мне следовать за тобой. Даруй мне силы и мудрости прославлять Твое святое имя. Друг, где ты хочешь быть? В свете или во тьме? Выбор за тобой? Как ты хочешь жить? Во тьме или в свете? Если во свете, то этим светом является только Иисус Христос. Прими Его и живи им. Аминь.